всем привет я рада приветствовать вас на моем канале и сегодня у меня торт красный бархат этот торт я делала ко дню святого валентина но вы можете сделать его и круглой формы и дизайн сделать тот который вы хотите фантазия здесь безгранична но он очень прост приготовление безумно вкусные здесь получается бисквит пористый воздушный нежный и крем из маскарпоне делается на самом деле очень очень легко если делать пошагово так как я вам покажу и получается на самом деле очень вкусное сочетание этот торт сейчас набирает большую популярность во всем мире смотрится эффектно и очень вкусный необыкновенно калорийный но я вам советую его попробовать поесть а потом хорошо позаниматься и так делаем торт красный бар начинаем с сухих продуктов в первую очередь муку просеиваем 350 граммов туда кладем разрыхлитель у меня 10 граммов это вот один пакетик одну чайную ложечку соли но я возьму половину у меня очень большие чайные ложки но вообще если стандартная чайная ложка одна чайная ложка сода я возьму одну четверть примерно на глаз соду и разрыхлитель да таки надо класть вместе в этом тесте чтобы тесто получилось чтобы бисквит получился пористый и какао какао обязательно тоже просеивать вообще все нужно просеивать чтобы получился нежный пористый такой бисквит одну столовую ложку и все хорошо перемешиваем венчиком ложкой руками кому чем угодно лишь чтобы было все хорошо до такой плюс минус однородности перемешивать перед тем как смешивать жидкие ингредиенты в кефире нужно растворить краситель столько уж сейчас споров идут какой краситель брать жидкий гелевый сухой еще какой то ну просто вот я не знаю даже все спорят все свою линию гнут я вам так скажу берите тот который вы уже проверили и знаете что он хороший вот я беру например в каких-то какие-то цвета беру гелевые какие-то беру сухие допустим вот сухой краситель у меня очень хороший я выберу в кондитории которая пользуется проверенный краситель уже не один раз поэтому как бы грешить на сухой краситель я не буду гелевый краситель и тоже не все гелевые красители мне нравились какой цвет давал допустим или как он ложился в креме и так далее в общем здесь нужно взять тот краситель который вам нравится вот нет того что вам сказали гелевые они самые лучшие но я не согласна например с этим то есть и делаем такой вот насыщенно темный цвет красный вот хорошо хорошо прям так размешиваем он еще размешается конечно после того как цвет растворили в кефире начинаем смешивать все жидкие ингредиенты начинаем с размягченного масла масло должно быть обязательно мягким таким вот хорошо уже подтаявшим мягким маслом должно быть значит масло как можно допустим не всегда помнишь что тебе нужно размягченное масло и она у тебя в холодильнике как его можно размягчить чтобы она не превратилась не выдала вот этот вот жир не выпустила из микроволновки конечно но ставьте 15 секунд всего 15 секунд и оно будет хорошей нужной консистенции то есть 150 граммов сливочного масла взбиваем с сахаром вот половину я пока сейчас высыплю потом досыплю еще половину взбиваем минуты три после того как повзбивали масло с сахаром досыпаю вот еще оставшуюся половину и буквально еще пол минутки затем вводим яйца яйца вводим по одному вот одно размешалось чуть-чуть следом уже вводим тогда другое не выливайте сразу все яйца то есть по одному вводим яйца затем две чайных ложечки ванильного экстракта я кладу или можно один полтора пакетика ванильного сахара положить в зависимости какой у вас ванильный сахар и насколько вы любите вкус ванили затем кладу сливки 33 процента и сливки вводим тоже тонкой тонкой струечкой вообще это тесто потихоньку все вводим продукты и взбиваем недолго все то есть нам нужно хорошо перемешать после сливок вводим растительное масло 150 граммов тоже тонкой струечкой то растительное масло оно обеспечивает нам вот эту пористость пузырики в тесте и дает воздушность бисквиту и вводим наш цветной кефир 200 миллилитров или один стакан кефира вводим и хорошо тоже вот перемешиваем на буквально полминутки после этого вводим всю сухую массу то есть муку с разрыхлителем с содой и солью тоже вводим по ложке и хорошо перемешиваем не перебивайте тесто чтобы оно было воздушным все тесто готово и выкладываем тесто напротив против смазываем не растительным маслом а сливочным маслом в классическом варианте выпекают этот торт с двумя коржами то есть делят на два и выпекают я буду делать один корж потому что разницы никакой потом разрезаешь просто напросто этот один корж на 3 и все обрезаешь все обрезки которые нам понадобятся в крошку и все и как бы этим экономишь время хотя можно конечно и если у вас небольшой торт нам хотите сделать его высоким на 4 коржа можно по 20 сантиметров по 22 24 сантиметра сделать два коржа должна это количество теста но я буду делать один теперь вот так вот встряхнем с двух сторон чтобы тесто равномерно распределилась и ставим в духовку на 180 градусов уже разогретую на минут 50 так как это у меня один корж он получается выше и больше поэтому где-то минут 50 но не пересушивайте никогда бисквитные коржи то есть смотрите когда здесь зарумянилось отошло от бортов противня все можно вынимать можно проверить зубочисткой допустим что если протыкаете если сухо все он готов не пересушивайте если коржи у вас 20 сантиметров то тогда 25 минут абсолютно достаточно и так стать и так прошло вот у меня 50 минут все выключаем и сейчас включу свет открываю духовку и я не вытаскиваю полностью пирог из духовки оставляю его вот так вот на решетке остывать то есть так вот у меня будет стоять где-то час потом будем разбираться с ним дальше через час как вот час простоял на решетке в духовке бисквит он у меня сегодня получился идеально ровным и нужно его перевернуть я сразу переворачиваю на блюдо и вот эта сторона она будет уже все нижнем слое сразу же перекладываю чтобы верхняя часть бисквита тоже хорошо остыла все и вот так вот он пусть уже остывает дальше пока занимаемся крем первое в креме что начинаем делать это взбиваю жидкие сливки 33 38 процентов нужно взбить до состояния крема сливки взбиваем вот до хорошего такого устойчивого крема нам их нужно совсем совсем чуть-чуть для того чтобы добавить потом основной крем который сейчас мы будем делать и придать нежность и воздушность крема пока я их перекладываю из чаши и ставлю в холодильник пока будем взбивать весь остальной крем не оставляйте их на столе иначе иначе они начнут так скажем расстаивать потому что здесь кроме сливок ничего или заветриваться поэтому сразу перекладываем ставим в холодильник чашу можно не мыть нам это мешать не будет при взбивании всех остальных продуктов поэтому можете не мыть а смело ставить обратно лопасти и чашу теперь основные продукты для акрила я возьму 70 граммов размягченного масла сливочного сливочное масло должно быть хорошим не маргарин а именно сливочное масло то есть не меньше 82 с половиной процентов жирности затем взбивать начиная масло с сахарной пудры делайте обязательно сахарную пудру не берите сахар не растворяется он до конца потому очень долго растворяется и в торте это чувствуется все равно другой немножко вкус поэтому мы взбиваем сливочное масло сахарную пудру стакан 160 170 граммов и одну чайную ложку положу ванильного экстракта повзбивалась буквально минутку сливочное масло с сахарной пудрой и ванилью и кладем сыр маскарпоне по ложке тоже чтобы не напрягать миксер вместо маскарпоне вы можете взять сыр филадельфия допустим если нет сыра филадельфия можно взять сливочный крем какой-то или чиз крем но чиз крем всегда пробуйте он есть разный есть крем чиз крем в котором чувствуется соль а есть абсолютно нейтральный вот нейтральный где соль не чувствуется сильно подходит абсолютно и когда вот буквально весь маскарпоне ввели вводим сливки взбитые из холодильника и затем только лишь вот хорошо перемешиваем в однородную массу здесь будьте внимательны не перебейте крем здесь не нужно много времени на взбивание если вы начнете перебивать крем то начнет выделяться вода то что нам совершенно не нужно все крем готов крем готов бисквит готов теперь собираем торт сначала я сделаю его чуть поменьше и уберу края так как он у меня сегодня получился абсолютно идеально ровным мне нечего срезать то есть верхушки нет если у вас получилось верхушка то есть шапка поднялась у бисквита вы ее срезаете очень ровненько и и пускаем на крошку нам в этом торте нужна еще крошка и обрезаем края почему обрезаем края края должны быть тоже очень очень нежные а края все равно даже вот этот бисквит вот рецепт этого бисквита на самом деле очень и очень нежный получается он внутри прямо даже режешь когда это очень сильно чувствуется тем не менее края они всегда подсушиваются я здесь буду класть крем кондитерским мешком можно просто ложкой и разравнивать тоже подойдет но мне вот удобнее в этом случае именно кондитерским мешком сделать то есть отрезаем просто носик без всякой насадки у кондитерского мешка и вот половина крема буквально я сюда положила почему сначала кондитерским мешком я сделала не объяснила потому что вот смотрите даже когда у меня здесь не хватило немножко крема вот на серединку крема должно быть много и вот когда мы расправляем этот крем то получается вот эти вот так от того что бисквит невероятно просто нежнейший все вот крошечки начинают сюда попадать и в разрезе когда вы будете разрезать их будет видно в креме как бы не очень красиво хотя понятно не смертельно поэтому лучше сделать просто сначала кондитерским мешком потом чуть-чуть раздровнять чтобы у вас не смешались при соприкосновении ложки с кремом и бисквита не смешались с крошкой и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Все, выровняла торт, причем, вот как, может быть, заметили на ускоренном видео, что я долго мучилась сверху, почему мучилась, потому что вот именно, что вот когда, если не шприцом это делать, не кондитерским мешком крем выдавливать, то здесь появились сразу же красные вкрапления бисквита, а мне нужно, чтобы поверхность вот здесь была прям беленькая, вот хочется мне так. Здесь уже по краям это не важно, лишь бы был крем, и он, посмотрите, как смешивается с бисквитом от того, что он очень нежный и пористый. Теперь делаем такую мелкую-мелкую крошку из бисквита, который обрезали. Вот я прям собираю вот эту вот мякушку и делаем много-много крошки. И теперь украшаем торт, в принципе, так, как вам нравится. Нет здесь никаких правил, как надо, как не надо и так далее. Ваша фантазия. Я вот хочу украсить именно края и сверху сделать контур крошкой. И начинаем, если у вас обрабатываются края, то начинаем всегда с краев. Субтитры сделал DimaTorzok Все, завершила оформление торта. Хотела сначала в серединке вот что-нибудь накалякать, но в конечном итоге решила оставить вот так вот. Мне он уже и так нравится, мне кажется, в середине будет, ну, несколько лишним уже что-либо. Хотя у всех фантазия разная. Если вам что-то нравится и хочется сделать, полет фантазии здесь безграничный. Очень вкусное сочетание бисквита и крема. Попробуйте этот рецепт. Вам приятных праздников. Любите друг друга. Делайте из друг другу сюрпризы. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим рецептом с друзьями. За лайки всегда спасибо.